Платежную карту МИР смогут принимать и за пределами России, если финансовые компании договорятся между собой. А пока идут переговоры, только в Новосибирской области уже выпустили 40 тысяч пластиковых кредиток. Борис Киргенеков о мирных перспективах в банковском секторе. Декабрь 2015 года, ее выпуск. Первая клиентская карта это январь 2016 года. В руках Артема Зинкова, заместителя генерального директора одного из крупнейших банков области, первая карта МИР, выпущенная в нашем регионе. Эта финансовая организация начала эмиссию национального пластика, одно из первых в стране. Сегодня на нее приходится больше половины всех выпущенных в регионе карт. Банк постепенно переводит работников бюджетной сферы на отечественный пластик. Наши планы до конца года выпустить 125 тысяч, то есть еще около 100 тысяч мы намерены, планы не меняем. Было несколько клиентов, которые, скажем так, на порыве патриотизма, соответственно, приобретали карты, были такие выпуски. Но сейчас, конечно, это большая часть, это больше 95% это бюджетники. Это подтверждает и результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 70% жителей страны не намерены заводить отечественную карту. Каждый пятый планирует обзавестись миром. У 3% национальный пластик уже есть. Всего по стране банки выпустили свыше 5 миллионов карт. По данным Центрального банка, 90% всей эквайринговой сети страны терминалы и банкоматы сегодня принимают к обслуживанию карты МИР. Но за границей этот пластик бесполезен. Сплатиться им не получится ни в одной зарубежной стране. Для этого некоторые финансовые организации предлагают решения для работников бюджетной сферы. К примеру, в этом банке карты МИР предлагают классическую дебетовую карту международной платежной системы. Согласно закону, который в третьем чтении приняли депутаты Госдумы, все банки страны до 1 июля обязаны настроить свои системы на прием карты МИР. Перевод работников в бюджетной сферы будут вести до лета следующего года. Пенсионеры обменяют свои карты до 2020-го. Но пожилые россияне могут и отказаться от МИРа, если пластик им не нужен. У владельцев счета остается право, если операции по данному счету не предполагают использование платежной карты, получать их привычным для них способом, либо наличными, либо через почту России. Главная проблема с МИРом – пластик не работает за границей. Сейчас у руководства национальной платежной системы ведет переговоры с компанией Мастеркард по выпуску кабейджинговой карты. При таком партнерстве пластик внутри страны работает как МИР, а за рубежом – как карта международной платежной системы. Борис Киргенеков, Андрей Дулепов. Новости ОТС.